Господи благослови, царе небесное удержителю души и стены, и живи везде сы, и все исполняя сокровища благих и жизнеподателем, прийди в селе Семё и очисти на всякий сквер и спаси блажен душу нашу. Господи благослови. Настолько милостив Господь к России и Матушке, что даже было показано это свидетельство пред Богом, что перед тем, как Антихрист дойдет в Россию, все свитки, которые изображены на иконах преподобного Сергия Раднишского, многих святых, которые, наверное, я думаю, вы видели сами многие, именно в руках святых, которые держат свитки, они мистическим образом развернутся, как лист бумаги, действительно уже будет совсем земное, что они просто развернутся в руках святых на всех иконах, и все-все-все в Антихристе будет написано. Они потому изображены, это настолько великая тайна Божия, что потому они в руках, это не просто так рисуют свитки. Не думайте, это не просто так, потому что по фантазии художника в руках святых свитки нарисованы, а это величайший промысел Божий, Россия. И вот на этих свитках, которые развернутся, которые мы видим, нарисованы на иконах святых, вот в руках святых, даже бывает, по-моему, цариц, нет, царица небесная не видела, а именно вот святых. И все-все-все будет написано об Антихристе. И каждый будет прекрасно знать в России, что это лжемессия, что никакой он не мессия совершенно. И, кстати говоря, перед этим я, по-моему, говорила, что именно веры будут объединять, стараться в одну веру. А про православный царь именно истинная, действительно будет православный царь, именно истинная вера будет в России. Именно была истинная православная вера. Это я точно помню, что была православная истинная вера в России. Вот, без всяких каких-то ересей, без всяких сектантов была чистая, чистая буквально, как можно сказать, драгоценный алмаз, драгоценный изумруд была чистая в полноте православия веры в России при последнем православном царе. И после того уже, когда Иверская Божья Матерь, именно вратарница Москвы, именно за нечестие, что опять начнут, а нечестивятся люди опять, так сказать, начнут жить. Даже после этого нечестивая, это так грустно говорить, но Господь показывал это. Она уйдет из Москвы. Она уйдет из Москвы. Она взлетит на небо и унесется из Москвы. По-моему, все-таки, которая в Сокольниках, если память не подводит, именно старинная икона в Сокольниках. Но я могу же, конечно же, столько лет прошло, могу, может, память подводить уже. Вот. И после этого самые страшные времена начнутся для России. Потому что Антихрист после этого сможет войти в Россию. Опять же, именно из-за того, будет попущено, что нечестивятся люди. Это я свидетельствую пред Богом, то, что было показано мне. Вот. Именно за нечестие людей опять. Что начнут опять от заповедей Божьих отводить. И после этого только... Но перед этим еще воскреснет Сергий Радонежский, преподобный Сергий Радонежский в Лавре. Это я точно помню, что именно не было уже зим. Вот. Солнечный день был. Все, кто присутствовал в Лавре, все это увидят, как он реально, вот, буквально встал из раки. И я свидетельствую, что я это видела, что Господь показывал мне. Что он прям вот всех на глазах день был. Он встал из раки и в сторону Успенского собора пошел. Буквально двух шагов. Вот где часовин, когда набирают сейчас воду святую. И буквально до лесенки, до вот этих лесенок, которые как подниматься к Успенскому собору, он буквально не дошел трех шагов, что ли, буквально. И вот уже даже в Лавре начнется, опять же, отходить станут от веры монахи даже. Вот. Что именно вздохнет о своем, как о своем. Он никого не благословит, преподобный Сергий Радонежский. Это было показано мне. Что он с такой скорбью оглядит Лавру, троица Сергиева Лавру, свое детище, что во что превратили Лавру. Вот. И после этого никого не благословил. Скорбно-скорбно вздохнув о Лавре, вознесется в небо. Никого он не благословил. Горько-скорбно вздохнув о Лавре, отройт Сергий в Лавре, он вознесся в небо. Вот. И после этого упал колокол, который сейчас на высокой колокольне находится. Дребески разбился. И Господом пояснялось, что потому что там, когда в 2000 году восстанавливали царь-колок, но не царь-колок, господи, прости меня грешно, уже немножко утомилась. Ну вот. А именно колокол, который был на колокольне поставлен в Лавре в 2000, по-моему, году, потом он был действительно поставлен, что там какие-то нечестные деньги были вложены. Нечестивые какие-то деньги. Не помню, что-то не воровские, что ли, какие-то, в общем, нечестные деньги. И за это Господь попустит тому в дребезги разбиться на мелкие кусочки. С колокольни его пасти разбиться в дребезги. Это Господь показывал. Тогда совершенно неверующий за одну ночь все это было показано. Совершенно буквально легла спать неверующая, и все это было показано. И потом источник Савы Старожевского, буквально после этого стала благодать уходить с земли, и пересыхать источники начали у нас в России. И показано было, что настолько благодать имеют чудотворные источники, которые вымолены по молитвам святых. Настолько они имеют благодать Божию и исцеление. И если, как говорится, бесноватые, как сейчас называют в народе, одержимые духами нечистыми, что даже изгнание этих духов нечистых, если человек имеют источники своей благодатью, так сказать, изгоняют их, нечистых духов, исцеляющими свойствами, когда человек с верой окунается, с молитвой, с верой. Настолько это удивительно, и вообще милость Божия, что они есть, что люди сейчас даже, наверное, в какой-то мере недооценивают их значимость. И вот дерзно тоже сказать, что пока есть время, пока такой милосердный Господь нам время дает, нам окунаться возможности в эти источники, вот, стражащим, болеющим, вот, пока они есть, как говорится, на земле. Конечно, нужно и пить из них, именно по молитвам святых источники, по молитвам святых, которые появились, где есть купальник. Конечно, и пить святую воду надо, и окунаться по возможности, вот, потому что это удивительно просто, это настолько милость Божия, что они есть, что, говорю, даже значимость их недооценивают люди. Ну вот, и вот когда станет уходить, потом даже умыться, не то, что в считанные дни, вот первые около лавры именно Савва Строжевского источника начал иссякать, что там даже не то, что там окунуться, потом даже умыться не будет уже воды, прям в считанные дни, на глазах он иссякал, вот, и благодать стала уходить. И так же по всей России, вот, стали иссякать источники, и благодать стала уходить до земли. И даже последний грешник поймет, что он только благодатью жив, даже последний неверующий, и тот поймет, что он жив был только благодатью Божией. И вот эта радость в душе, которая у нас бывает, все это именно, когда даже последний грешник на земле, настолько милостивый Отец Небесный, что согревает благодатью своей Божией, каждого грешника, все равно, вот, настолько он милостивый Отец Небесный. И вот, когда начнет взматься благодать земли, это было ужасное время, такого уныния, беспросветной тоски, такой скорби, которая наступит, что действительно, не дай Бог дожить, конечно, нельзя так говорить, на все воля Божия, конечно, это уже кому Господь даст дожить, тот доживет, это понятно, но это будут ужасные времена на планете, люди даже не понимают, потому, наверное, люди самонадеянны все-таки, и горды, и самоуверенны, возносятся и богами себя внят на земле, что Господь у нас настолько милосердный Отец, настолько он милостивый Отец, Создатель наш, он действительно даже последнего грешника, тем не менее, благодатью своей греет. И вот, когда действительно она станет уходить с земли, только тогда люди поймут, что благодатью Божией они жили, потому что такая беспросветная тоска, такое отчаяние начнется, это просто не передать словами, какая скорбь начнется на земле. Действительно, это просто будет слов, невозможно найти слов, какая будет скорбь. И вот именно после того же, как воскрес Сергий Радонежский, уже когда икона Божией Матери Иверская улетела из Москвы, после уже именно всех этих событий, вот, уже только смог антихристы, именно из-за того, что опять люди начали нечестивиться и начнут опять же, вот, именно из-за этого только попущено будет антихристу войти в Россию. Вот, кстати, все-таки хочу немножечко тоже отречься сейчас, и все же сказать, что, как бы все-таки именно рассказывая, что именно Господь же, Он только и ждет покаяния, исправления путей наших. Для Бога ведь возможно все. И вот хочу сказать, что действительно за грехи тоже и вразумление всегда идет, что действительно был всемирный потоп, и за развращение людей тоже в то время. И действительно над Ноем смеялись, когда Он строил ковчег. Вот, действительно, как бы, что, ну, насмехались над Ним, а Он продолжал строить. И действительно был поток, и было уничтожено все. И Господь поклялся, что больше не повторит потопа, больше полного всемирного не будет. Нет, нет. Вот то, что некоторые острова, да, будут затоплены все, как я говорила, но полного потопа уже не будет на земле. Вот, и действительно был Содом и Гамора. Вот по поводу, кстати, Ноева ковчега, что он действительно в горах Арарата, действительно, потом остановился. Вот, Господь показывал мне неверующий совершенно, когда я ни пророчества, ни в Ангелии не читала, ничего. Вот, кстати, очень тоже хочу, пока я не забыла, сказать очень важное все-таки, пока сейчас вспомнилось. Вот, я уж извиняюсь, так немножко прервалась. Вот такая серьезная тема все же. Вот, и вот сейчас скажу, что тоже, что было показано, что Библия – это воистину Слово Бога Живого, Бога Творца к нам, людям. Вот, что в ней написано все правда. И что надо ее читать даже благоговейно, желательно стоя, но ни в коем случае не подчеркивать, трепетно относиться к ней, ни в коем случае не подчеркивать в ней ничего написанного. Лучше тетрадку даже, если что-то вот интересное заинтересовало, уж лучше даже завести себе тетрадку. И там, например, помечать, глава такая, стих такой-то, вот, если что-то вот важное даже, лучше так вот отдельно, потому что это как неблагоговейное отношение, если подчеркивалось что-то в Библии, даже если человек увлечен, что-то его заинтересовало, вот, что за это очень сильно наказывали на страшном суде, как неблагоговейное отношение к Слову Божьему. Также, тоже хочу свидетельствовать из того, вот, как неверующий тогда, увидев за одну ночь все это, что в пророчествах святых, именно всемирных светильников, именно признанных, именно в древних пророчествах святых, которые именно христианских, православных святых, естественно, вот, все правда, что это все истина, все правда. Вот. Потом тоже хочу сказать, что действительно Содом и Гамора был город такой, что действительно его за содомские грехи Господь уничтожил. И что, когда сейчас я вот узнаю, что есть такие, как бы, вот эти маски там всякие для женщин, крема, как, типа, омолаживающие из глины, с моря, с мертвого моря, ну, знаете, ну, это же уже, на самом деле, это действительно, Господи помилуй, это же просто ужасает, потому что ведь это же, по сути, из именно тех тогда умерших, из праха, вот, получается. Это, все-таки, наверное, это не стоит, мне кажется, пользоваться такими омолаживающими масками. Мне кажется, это просто чудовищно, все-таки. Вот. И вот то, что действительно жена Аллота оглянулась, и за это была наказана Господом, что оглянулась она на Содом и Гаморру. Вот. И за это была, как бы, именно, как, можно сказать, посажалела, что ли. Вот. И вот за это была превращена в Столяной Столб, и Господь мне давал знать в этом. Вот. Так что показывал Господь, что действительно, вот, Каин убил Авеля, и потом был гоним по земле, и даже помнив, что он был такой черноволосый, лохматый, вот, такой рослый мужчина. Вот. Что действительно, даже, вот, он был гоним, и даже, как бы, и смерти не давал Господь. Вот. Потом, что вот тоже показывал Господь, что действительно, евреев моих предков, Господь действительно кормил маной с небес, в пустыне, что действительно манна была. Вот. И так же показывал, и вот, когда мне Господь показывал Третью мировую, начал показывать, когда вот эти события все страшные, у меня каюсь очень сильно, перед Богом каюсь, что я тогда не смогла вместить. Ропот начался во сне тогда. Вот. Что я стала противиться, смотреть это все. и было, вот, и было, как бы, даже где-то немножко идет, как пробел потом, потому что, вот, в том, что я в видении, потому что, как бы, именно вот я стала противиться, что это не может быть правда, эти войны, даже когда показывали, вот, конец уже после революции, да, вот если, не дай Бог, мы опять на эти исторические грабли, так сказать, наступим, Россия, но снова, как бы, вот, коммунисты могут спровоцировать нас на гражданскую войну. Тоже вот эти все войны, когда вот все это показывал Господь, я стала противиться, что это, что я не буду, что это не может это тоже быть будущим, что это просто кошмарный сон, что я ни за что, ни за что не буду смотреть это. Вот. И противиться воле Божией стала, вот, противиться, смотреть, можно сказать, возроптало. Вот. Именно, когда это видение было показано тогда, в 1994 году, в 1994 году, и был гнев Божий, и Господь уже мне, как в укор, в гневе, назвал меня еврейка, вся в рот Твой, как отцы Твои не хотели, противились воле Отца Небесного, так и ты не хочешь исполнять волю Отца Небесного, противишься воле Отца Небесного, смотри и говори другим. И уже потом было показано, вот, как бы, вот, какой-то был, как пробел в видении, вот, именно, где было, вот, как бы, вот, есть момент, где я, как бы, вот, не могу все-таки, я точно каюсь людям, определить все-таки, когда же было явление Серафима Саровского, ну, все-таки, кажется мне, все-таки до Третьей мировой войны, все-таки до Третьей, потому что потом еще было, вот, и в Равсоюзе дана уже была должность, и иностранцы, ну, вот, и Антихристу, и иностранцы уже, как говорится, те, кто видел преподобного Серафима Саровского воскресшим, не признали его, так сказать, вот, ну, вот, был пробел в какой-то момент, был именно пробел, связанный с тем, что я воспротивилась смотреть это видение, стала противиться воле Господа, именно посчитав, что эти все ужасы, все, что показано, не может быть будущим, вот, и было обличение меня, что и предки твои не хотели, вот, как бы, противились воле Отца Небесного, что я вся в рот свой, и было показано, что я столько вас, вот, ну, как бы, ну, Господь именно показывал, что я Иваны кормил, вот, с Небес в пустыне, именно меня, это как причастно именно к своему роду, почему говорю, что роду нельзя все-таки своих предков не судить, только молиться за всех своих усопших предков, и также было показано, что действительно, вот, Моисей, когда он после молитвы спускается со скрижалями завета, и что он по приполненной радости был, вот, он настолько был, он просто светился от радости, что Господь дал скрижалей завета, все, и в это время показывает Господь, что, что, что именно, что, как сказано, вот сейчас вспомните, как было изречено, что, что, что твои предки тогда, они как бы не хотели исполнять волю Отца Небесного, вот, блудили другим, как бы, ну, поклонять, что это цельца золотого уже в это время сделали, и он настолько, вот, настолько он огорчился, Моисей, прям показывали, как вот он спустился со скрижалями, он весь светящийся, радостный, вот, и когда увидел, что они уже поклоняются тельцу золотому, он в сердцах так ударил эти скрижали от земли, что они даже треснули, вот, и было сказано, что Господом, что, ну, как бы, что велено, что исполняй, не будь такая, как Отцы Твои, и верь, что исполняй волю Отца Небесного, и уже было просто, вот, и как вдавило меня, невидимо, действительно, Духа Святого Создателя, я просто всем существом ощущала именно, когда действительно Господь дает, вот, себя просто крупинкой ощущаешь в этом мире полностью, и вот силу Божию, это вот вообще настолько действительно, вот эта вся душа трепещет, это ни с чем не перепутаешь, когда Господь показывает, и у меня просто, вот, действительно, я уже как бы, ну, как сказать, можно сказать, проснулась, да, от этого видения, что даже я уже, у меня просто зажмурены были глаза, и у меня просто какая-то в это время, вот настолько вот эта сила немыслимая, Божия, конечно, никакая, ты немножко уже утомилась, вот, говорю, а именно сила Божия, просто я втиснута была в эту, в свою ложу, в постель, и было просто приказано, что смотри и рассказывай людям, и до конца уже просто, до самого страшного суда, до воскресения мертвых, до страшного суда, до разделения на рай и на ад, все до конца было до самого показано, и что если я жизнь не исправлю свою, показано было, что в аду буду, и показано даже, как мучимо буду, даже такую боль дали прочувствовать, что, которую я никогда в жизни, в реальной, вообще не испытывала, вот, что действительно просто засунуть руку в духовку, в раскаленную, это покажется веением ветерка, по сравнению с той болью, которую там мне показали, вот, и когда еще завидовали, скрежетали зубами на меня, во тьме кромешной, когда мне показывали, что видимо знали, что это мне временно показывают только, вот, еще завидовали мне, искрежет был злобно, страшно, этих из тьмы кромешной, это Господи помилуй. Ладно, теперь все-таки вернусь, вернусь все же, к началу, и вот после, только после того уже, как, именно как, после того, как уже, вот, воскрес преподобный, Сергей Радонич, как уже стали источники, пересыхать цветы, только после этого смог, антихрист войти в Россию, но было показано, что кто слезно молился, действительно, вот, действительно, вот, слуги антихриста посылают, он действительно, вот, ищут, да, православные, истинно оставшиеся православных, вот, например, ищут, а они, кажутся акустиками, там, допустим, все, они приходят, слуги к нему, возвращаются, говорят, что нет там никого, только акустики, а он начинает на них, прям, весь аж кипеть, вот, что это же были христиане, что немедленно вернитесь, именно, вот, как бы уничтожить, вот, настолько его злоба была лютая, вот, именно к истинным оставшимся верными, верными Господу, вот, это действительно, что вот и молитвы, когда они просто настолько, вот, действительно, это был просто вопль души к Господу, это настолько была молитва у них, это не передать никакими словами, И действительно, когда шли слуги антихриста, они казались, кто молился, казались просто как кустики, им так виделось. И они действительно, даже вообще, как Господь покрывал воистину, действительно покрывал по молитве именно за верность Господу. Это было показано, что брали все-таки, как ни прискорбно, шестерки. Во-первых, уже не было электричества. И все же, да, то, что сейчас действительно эта система вводится, мировая. Понятно, что это мировое правительство вводит, это понятно и так, что почему я говорю про вот эти карточки, универсальные электронные карты, что, к сожалению, кто ее взял, как показано было, эту карточку, именно из-за того, что психотроп наружу будет в ней, волновое. Вот. Как показывал мне Господь, что подавлена воля будет, и что потом они, вот после Третьей мировой, к сожалению, кто выживет, вот, как говорится, вот, то примут, к сожалению, шестерки. Вот так же, как кто по телевизору вот увидел, когда Антихович сточет, даже когда он не был коронован, вот, как говорится, именно вот, когда Евросоюз его главой поставили, то ли ООН, то ли Евросоюз, вот, именно вот этой всемирной организации, именно, так сказать, масоны его поставят. Вот. Вот. И не смог уже ему противостоять, именно вот это, как бы, сатанинское обольщение он попадал в человек, уже он не смог к нему никаким образом, вот, ну, как говорится, прощен, рассудок был от этого. Вот. И настолько от него будет вот это исходить, вот это, как бы, вот, демоническое воздействие будет. Вот. И даже через эти телевизоры, если человек его увидит, вот, что он не сможет уже оставить противиться ему. И потом примут шестерки. Также вот, к сожалению, вынуждена говорить, что действительно подавлена была воля, именно, как можно сказать, как вареные амебы. Что тоже были последствия, конечно, очень для души прискорбные. Вот. И так же точно вот надо сказать, что вот, все-таки многие, вот многие, кто потом, когда уже он вошел в Россию, в Антихрист, все же знают, что настолько будет знамение, настолько будет уже от Господа вразумление, оповещение, что это Антихрист, Лжемессия, что, ну, уже не будет извинения, что взяли эти шестерки, кто возьмет. Именно вот как они действительно как-то наносились, но уже не техническим, вот, наверное, все-таки как-то вот именно с каким-то вот этим, как сказать, вот именно вот уже воздействием, там, какой-то сатанинской силы, что ли, вот эти шестерки, начертания, потому что они светились и в темноте потом даже. Вот. И хоть руку от руби она дальше переползала, действительно, по кисти, кто возьмет. Именно брали, к сожалению, действительно, из-за детей, которые умирали с голоду, именно из-за того, что, как говорится, из боязни его, знали прекрасно, что это Антихрист. В России знали об этом. В России прекрасно знали, что это Антихрист. Лжемессия. Вот. И брали либо из-за голода собственного, ради желудка, вот, именно детей, которые умирали с голоду, вот, и предавали Бога, как неприскорбно, сознательно, зная прекрасно, что он Антихрист. Вот. И даже было показано тоже Господом, что будет у меня очень сильное искушение, что дочь будет очень просить слезно, умирая от голода, что как же ты можешь дать мне умереть, вот. Вот. И, как говорится, что какая же ты мать, что будет именно вот как бы истерикой, но на самом деле через нее уже будет действовать дух. Сами понимаете, какой искушать будет меня. Вот. И что будет очень великая опасность, очень сильное искушение, что когда именно, как говорится, будет вот, через нее он действовать будет, вот, лукавый дух, а вместе с тем, нет, и как матери будет казаться, что это она кричит, вот, что, неужели ты так и дашь мне умереть, какая же ты мать, какая же ты мать после этого, как ты можешь, так и будешь смотреть, принеси мне хлеба, ты мне так и дашь умереть, вот. И что я, будет опасность очень большая мне лично пойти и взять шестерки. Очень великое искушение будет, и Господь заранее мне об этом, предупредил. Вот. И показано было, что тот, кто возьмет шестерки, даже не сможет на себе крестное знамение изобразить, даже не сможет перекреститься, даже молитвы слова он не сможет прочесть. У нас на самом деле такая милость Божия, что мы можем сейчас молиться, Господа просить, молить Его о помощи, вот, как говорится, в храмы Божьи ходить, исповедоваться о грехи свои, которые мы совершили нам. Господь такое благодатное время дает, исповедовать, причащаться, укрепляться, причащаться святыми христовыми тайнами. Вот. Мы даже до конца, вот, православные, наверное, не понимаем, насколько же Господь милостив к нам. И уже милость великая, что к истинной вере нас привел Господь. Вот. Потому что действительно это великое милосердие Божие. И вот те, кто примет шестерки, они даже, их как благодать будет, как отступников, как электротоком тысячу ватт бить, они даже крестного знамения не смогут на синий внести. И их прям зрительно будет видно, эти шестерки сразу же. Зеленоватого такого цвета они были, именно как шесть шестерки, которые были реально, они так и были изображены, именно три шестерки. Вот. Только с письменами, я думаю, все знаете, я даже повторять их не буду. Вот. Действительно, что добровольно предает человек себя ему. Вот. Это действительно было. Как говорится, надпись была. Вот. И что, ну, сами знаете, я даже не хочу это повторять даже. Говорится, и на лбу, и на кисть правой руки. Как раз, где мы наносим крестное знамение, были изображены. Вот. И хоть рука торви, так все равно она перемещалась. Потом эта шестерка. И были вот самые обычные вот эти шестерки, которые вот даже когда в школе учились шестерки, вот у нас, как говорится, ну, рисовали, в смысле даже вот, когда математика, геометрия, там, алгебра. Именно такие шестерки и были. Только какой-то змеевидный, вот такой змеи, вот знаете, прям какой-то ядовито-зеленого цвета. И они даже во тьме светились. И уже все уже, кто-то принял их. И уже все, уже запечатаны они были для покаяния. Уже все. Уже действительно, как бы, полные отступники. Вот. От Господа. Потом тоже было показано, что вот разрушение городов. От Москвы вообще камня на камне. Но это под самый конец все-таки. Да, будут провалы у нас, не спорю, будут у нас, Москва будут проваливаться, вот эти здания высотные. Ну, сами себе. На самом деле, тут даже, как говорится, вот без ведения, вот, которое было показано мне, вот, как говорится, ясно, что если сверху строить небоскребы, а снизу делать, извините, парковки, все это выкапывать, да еще и метро потом пускать. А там у нас в Москве, сами знаете, есть еще и подземная река, скованная. И это, по сути, строить ни на чем. Понятно, что это рано или поздно будут провалы. Понятно, что это ничем хорошим не кончится. Это же, даже вот, просто если разумно посмотреть на эту ситуацию, что понятно, что это все будет понятно, что провалы не кончатся. Вот. И другие тоже под конец вообще, все, вот, Казань очень сильно пострадала. Вообще все потом, под самый конец уже, всю Россию тоже трясло. И землетрясения, и ополозни страшные, и засухи. Вообще, это вообще такое творилось. Это вообще, кстати, вот, еще когда вот Япония, вот, когда Третьей мировой, когда пострадала, у нас тоже будет на Камчатке извержение внезапного вулкана. Это еще вот до этих всех событий, ну, как говорится, немножко я очень устала уже, и, простите меня, грешно уже немножко я, конечно, Господи, помилуй, сбиваюсь. Вот. И, в общем, у нас пострадают очень многие на Камчатке. Люди пострадают, потому что лава, когда польется, даже погибнут в лаве люди. Вот. И теперь, как говорится, вернусь все-таки обратно, потому что рассказываю, что, в общем, конечно, потом вот уже под конец уже трясло всю землю. Трясло ее, бедную матушку, землю, всю планету. Вот. И нашу тоже, и вдоль Райских гор трясло. Уже очень-очень-очень сильно трясло. Вот. Даже в России очень были землетрясения все. От Москвы вообще камня на камня уже под конец потом не осталось. Вообще просто как будто гигантской, какой-то немыслимой вот рукой. Все равно как будто просто взяли и вывернули ее все. Я даже, когда вот строительство ведет в Москве, такое вот как бы глубинное даже, и то не видела такого вот этого как бы структура земли, которая была настолько вообще полностью потом от Москвы, камня на камень. Где центр, где окраины, где какие районы были, вообще невозможно было. Даже сейчас страшно это рассказывать. Невозможно было вообще посмотреть, где такие были районы. Настолько сильные, глобальные вообще просто землетрясения пройдут в Москве. Ну, уже помню, было как показано, как потом кто-то принял шестерки. Вот. Как все жарче и жарче. Вот. Это вообще ничего. Извиняюсь. То же, что в Антихрист дважды будет приходить в Девеево. И действительно, именно в духовном плане канавка, не то, что она вырастет до небес забором, а канавка Божьей Матери в Девеево, она именно в духовном плане, как невидимая стена поднимется до небес, не пустит его. Вот. И он злобно отойдет. Потом второй раз уже снова все равно будет рваться в Девеево. И будет слезно молиться те, кто в храмах будет, в Девеевске. Будет слезно просто настолько будет до кровавого пота, можно сказать, можно говоря, молиться Господу о помиловании, о пощаде Царицы Небесной, всем святым. Кстати, Царица Небесная, она настолько заступница наша, она действительно настолько нас жалеет. Вот. Действительно, она и под покровом нашу Россию делает. Вот. Действительно, наша страна под покровом Царицы Небесной. И действительно, и она настолько заступница наша. Настолько, и вот, и действительно, когда нам плохо, обращаться, молиться ей, это действительно, вот, как говорится, самое правильное, это именно молиться Царицей Небесной, просить ей помочь, заступиться имя благоговериям, стрельцам, помнить, что она Царица не будет земли. Вот. И то, что действительно потом, настолько они молились в храмах, эти люди, там, в Дивеево. И действительно, я свидетельствую, что я тогда неверующая, за одну ночь, я пред Богом, я в Христом Евангелии могу засвидетельствовать, видела непостижимое, что действительно храмы с молящимися в Дивеево вознеслись. Они действительно там два храма вознеслись, вот. И кто был, как бы, угоден, кто оплакал свои грехи, кто покаялся. То есть, как достойно? Достойно мы, как говорится, мы никогда не достойны пред Богом. Мы действительно, кто мы? Люди. Мы создания. Вот. И по милости Творца, как говорится, мы можем только сподобиться Царству Небесного. Вот. Но именно вот оплачиваем своим незрещенным, покаянием, исправили им жизнь, как бы, они угодили Господу. Вот. Они вознеслись живыми на небо, молящиеся. Вот. Кто остался верен Богу до конца, не принял эти шестерки, не поклонился антифу. Продолжение следует...